Почему Виктор Рыбин ушел от жены с ребенком к другой? Виктор Рыбин уже 32 года живет с Натальей Синчаковой. В браке у пары родился сын Василий, но у него есть еще и дочь Мария. Семью певец оставил, когда наследнице было всего полгода. За это ему сейчас очень стыдно. 60-летний лидер группы Дюна недавно женил сына Василия. У музыканта также есть дочь от второго брака. И несмотря на то, что он расстался с супругой, когда наследница была совсем ребенком, у него сохранились с ней дружеские отношения. Тем не менее, Виктор Рыбин считает, что предал дочь, уйдя от жены. «Тебе было полгода, — говорил Рыбин. — Я такая скотина оказался. Я в 90-м году познакомился с Наташей. С тех пор мы с ней 32 года вместе. Но это было сложное объяснение. Я готов был провалиться сквозь землю, потому что мне нужно было женщине, с которой у нас дочка, нужно было сказать. Я не знал, как это сказать, но я все равно сказал. Это было ужасно. Это было предательство. Но в жизни такое бывает, — рассказал певец. В программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Сейчас мужчина хорошо ладит с дочерью. Он работает майором полиции. С будущим супругом Мария познакомила отца. Он им порекомендовал расписаться. Недавно Виктор Рыбин уже стал дедушкой. Мария родила ему внука. С Васей, сын от Натальи Сенчуковой, в день по телефону я разговариваю приблизительно 30-40 раз в день. Хотя они живут от нас в 50 метрах от Маши. Если звонок, думаю, так, авария. Или внук ткнулся головой в собаку. Или собака на него наступила. Или нужен срочный травматолог. Я говорю, почему она? Он сполз попой из дивана. Тревожная мама. Поделился Рыбин. Но, по словам музыканта, ему во всем помогает супруга. Хорошо есть Наташа. Наташа – это Машина-подружка. Там все время выслушивание, вынос мозга и все остальное. Ну, девочка, что ты хочешь, рассказал Рыбин. Мария отметила, что находится в добрых отношениях с мачехой, обращаясь к ней на «ты». Продолжение следует...